Здравствуйте, меня зовут Крылова Татьяна, я руководитель рабочей группы по сохранению целостности реки Кокоска. Сегодня 2 августа 2016 года, и мы хотели бы поговорить о том, как правильно на сегодняшний день решить вопрос с водообеспечением города Севастополя. У нас в гостях ведущий геолог Лысенко Виталий Иванович. Ну и я единственное хотел добавить, что я занимался проблемами водообеспечения с 1991 года. В 1995 году по 2005 год я являлся директором государственного коммунального предприятия Севастопольская гидрогеологическая партия. Кроме этого я являлся директором ООО «Ниагара», которое занималось бурением скважин на воду. И все хорошие скважины, пробуренные в городе Севастополе, являются выполненные моим предприятием. И я очень рад, что население питается этой дешевой водой в настоящее время. И как бы мы ни говорили, вода из подземных источников, она значительно чище, чем та, которая подается из водоканала. Но я вам хотел бы вначале рассказать маленькую историю водоснабжения города Севастополя, которая имеет свою историю, начиная с 1854 года, то есть после Крымской войны. Но надо сказать, что население города Севастополя в то время было небольшое. И в основном город снабжался за счет тех водных источников, которые находятся в настоящее время в районе 5-го километра. Это Сардинаковского водозабора. И кроме этого жители города Севастополя использовали воду из колодцев, которые были в большом количестве как на корабельной стороне, так же в районе нашего центрального кольца. То есть все население пользовалось местными источниками. Но надо сказать, что в то время водопотребление было незначительное. В сутки потреблялось примерно около 400 кубов. Но с увеличением населения уже перед Первой мировой войной, город вынужден был еще открыть один водозабор. Это был привокзальный водозабор, где население получило 3000 кубов воды в сутки. Но и этой воды вначале хватало для снабжения жителей нашего города водой. Но прошло некоторое время, этого стало не хватать. Ну и тогда, в принципе, был открыт Инкерманский водозабор. Инкерманский водозабор вначале он давал где-то от 8 до 10 тысяч метров кубических в сутки. Но после его реконструкции, после войны, он давал 12 тысяч метров кубических в сутки. В 60-е годы в районе Инкерманского водозабора было сделано подпитывающие пруды. И водозабор стал давать около 20 тысяч метров кубических в сутки воды чистой. Но надо сказать, что Инкерманский водозабор, он находится в долине реки Черной, в зоне, где очень сильно развито сельское хозяйство. И уже где-то к 70-80-м году, несмотря на чистоту этой воды, она была очень сильно засорена нитратами и нитритами. Надо сказать, что из-за того, что прекратилось в настоящее время использование удобрений, то поэтому, можно сказать, сейчас вода из Инкерманского водозабора довольно-таки чистая. В 50-е годы был введен в эксплуатацию Чернореченское водохранилище. Чернореченское водохранилище, история его создания, еще было задумано до революции. И изыскания были выполнены известным инженером Грант, который проектировал, в принципе, нашу вот это изыскание, делал вот дорогу, которая после Новая Ялкинская, это его работа. И одна из его работ, это была находка места для создания Чернореченское водохранилище. Чернореченское водохранилище, как бы вы ни говорили, оно на самом деле выбрано очень удачно. Оно находится выше водоупорных глин, мощность которых составляет в среднем где-то 250-300 метров. То есть, все вот эти вот слухи, что вода уходит, что она куда-то, она не может уходить, потому что она находится на водоупорных глинистом горизонте. Надо сказать, что в настоящее время водоснабжение города Севастополя происходит за счет поверхностного Чернореченского водохранилища. Мы из Чернореченского водохранилища получаем порядка 80% этой воды. С одной стороны, это очень удобно для водоканала, которому не нужно проводить никаких технических мероприятий, кроме того, чтобы вода была наполнена вот этой вот крупной трубой, которая поступает в Чернореченское водохранилище. Но я вам хочу сказать, что наш город военный, у нас где-то 30% населения составляет те, кто служит на кораблях, некоторые из них в настоящее время присутствуют в Сирии. Но вы все знаете, что иногда совершаются теракты. Но вот вы представьте, что вот такой теракт, если бы кто-то взял, совершил наше Чернореченское водохранилище. Ну и город Севастополь лишился бы полностью, мало того, чтобы было большое количество смертей, но и то, что вода, если бы из Чернореченского водохранилища прекратилась, то город лишился полностью снабжения водой. Это первое. Ну и второе, я вам хочу сказать, что вот это вот Чернореченское водохранилище, вода уже у нас была так, что у нас пошли синие и зеленые водоросли, у нас три дня отсутствовала вода в кранах. Ну, в принципе, мы не пользовались водой. Кроме этого, перед этим была вспышка гепатита Г, ну, в принципе, которая вначале говорили, что Чернореченское, это не Чернореченское водохранилище, но, в конце концов, доказали, что именно палочка этого гепатита, она находится в Чернореченском водохранилище. Город пережил это бедствие. Мне бы не хотелось, чтобы было еще какие-то бедствия, но любые крупные города, ну, я не говорю про Европу, где за счет подземных водных источников водослабжение составляет от 80 до 90%. У нас в России в среднем за счет того, что имеется Москва, Ленинград, за счет подземных водных источников составляется примерно 40% воды берется из подземных источников. В нашем городе это значительно меньше, хотя мы могли бы подземными водоисточниками пользоваться значительно шире. О чем пойдет речь дальше? Большое спасибо. Давайте сначала начнем нашу беседу о геолого-геодрологических условиях строительства водохранилища на реке Кокоска, которая предусмотрена федеральной целевой программой по развитию Севастополя и Крыма о водоснабжении. Насколько, на ваш взгляд, данная программа оправдана с экономической точки зрения и ее целесообразности? Я вам скажу так, что чисто практически, то место является, во-первых, памятником природы. Будем говорить, что процентов более 60 туристов, которые приезжают в Крым, они стараются посетить Большой каньон Крыма. Это действительно уникальнейший памятник природы, который требует, во-первых, защиты, и, во-вторых, если на него немножко надавить, то потом исправить эту ошибку очень тяжело. Ну, следующее я хотел сказать, что, в принципе, планируется, ну, по некоторым, а сколько планируется взять воды там, вот вы мне не сказали? Андрей Чибисов в одном из своих интервью сказал, что планируется забирать около 15 миллионов кубов воды в год, ежегодно. Ежегодно. Что в среднем получается около 41 тысячи кубометров воды в день. В день. Ну, я вам скажу так, что чисто практически, чисто практически, вот сама кокоска, если забирать от нее такое количество в сутки, в сутки, то это, ну, будет почти сухой ручей. Ну, и второе, что вода для чернореческого водохранилища, если ее направлять в чернореческое водохранилище, она требуется в основном в сухой период. Если ее направлять в паводки, то она будет сливаться. Ну, как, в принципе, у нас часто бывает чернореческое водохранилище перекрыто, и поэтому происходит спуск воды по реке Черный вниз. Ну, вот это вот спуск, попуск, они так называемые. Поэтому, в принципе, вот такие вот объемы, они требуют, по всей видимости, строительства какого-то водохранилища. Чисто теоретически, чисто теоретически, некоторые ученые тут, ну, в Крыму, они рассматривали несколько вариантов строительства этого водохранилища на реке Коковский. Ну, я скажу так, что все вот эти вот варианты, которые, ну, предполагают, что здесь будет, ну, хранение воды, таких объемов 15 миллионов, полтора миллиона, это большие объемы воды, которые, если они находятся, ну, в принципе, а эти объемы воды будут находиться на границе пород таврической серии, сложенной глиной, и пород, которые, карбонатные породы верхней юры, то есть известняками. Ну, и обычно граница вот эта вот, которая литологическая, ну, проходит, она связана с тем, что породы здесь несколько передроблены и, в принципе, сильно трещиноваты. Поэтому усилятся карстовые процессы, и если вначале эта вода будет, ну, сохраняться первых два года, то потом, по всей видимости, будет, придется или цементировать, или еще такое, но перед тем, как цементировать, если карстовый процесс запустить, его очень тяжело остановить, любой этот процесс. Но еще большее я хотел сказать, что в настоящее время, в настоящее время, Кокоска является притоком реки Бельбек. Притоком реки Бельбек, но, в принципе, во времена, до перестроечных времена, в общем-то, на Кокоске было, на реке Бельбек было построено, кроме водохранилища, большое количество накопительных прудов, которые даже в тот период не всегда заполнялись все полностью. Для чего строились пруды? Пруды строились для полива всех сельскохозяйственных уходов, которые находятся несколько ниже, в общем-то, поселков ароматных и так далее. Почему? Потому что они все находятся в засушливой зоне. Там сельское хозяйство без полива, оно невозможно. Поэтому, если мы забираем вот это из Кокоски, вот эти миллионы, мы оставляем без воды то население, которое занимается сельским хозяйством. И здесь нужно подумать, что и какая выгода в этом. Есть ли в этом выгода? Это раз. Во-вторых, ну, в принципе, те поселки, которые находятся ниже, они все снабжаются в основном из этих речек. Поэтому у них водоснабжение несколько ухудшится. Ну и следующее. Построим вот такое вот водохранилище в нижней части реки Кокоски, нужно учитывать, что Кокоска, Кокоска, если она верхняя часть Кокоски, она получается верхней части Кокоски, но это нижняя ее часть. Но, в принципе, нужно учитывать, что здесь река выходит более на более ровную площадку, и все, всю ту грязь, которую она несет сверху, она будет отлагать ее в водохранилище. Да, его можно водохранилище чистить, но я скажу вам так, что Чернорельское водохранилище создано в 50-х годах, и до настоящего времени его никто не чистил. И все почему-то считают, что его объем, как был проектный, в начале был заложен, он остался до наших дней. Хотя, в принципе, когда водохранилище высыхало, все видели то большое количество, ну, будем говорить, моллюсков, раковин, которые воняли сильно, ну, в принципе, они оказались в засушливой зоне, их тоже ж никто не убирал, понимаете? И, в принципе, хотя Чернорельское водохранилище уж почистить надо, ну, хотя бы за 50 лет один раз, его никто не чистил. То же самое они будут чистить и Кокоское месторождение это водохранилище, и оно буквально через года 2-3 превратится в яму, которую никогда не будет снабжать город Севастополь экологически чистой водой. Ну, и следующее я хотел сказать, что у нас почему-то привыкли, ну, в общем-то, если водоснабжение, деньги большие, то надо деньги большие выбросить. И, в принципе, у нас были выброшены очень большие деньги на строительство межгорного, ну, в принципе, того водовода, который шел с межгорного водохранилища. Вложили крупнейшие деньги, правда, за малый промежуток времени, но мы водой с межгорного водохранилища попользовались только 2 или 3 года. В остальное время мы его ремонтировали за счет местных, ну, будем говорить, источников, промывали его за счет не водоканал за свои деньги, а город за свои деньги мыл, вкладывал, и никто эти деньги не учитывал, что эти деньги пошли кому-то, ну, не знаю, в общем-то, на эту работу, и насколько бы у нас была вода дешевле. Согласны, в общем-то? Ну, и следующее я хочу сказать, что в принципе любой лечивый хозяин, он старается все, чтобы снабжение у него было местное и как можно дешевле. В настоящее время мы, кроме того, что вот у Кокоски хотим забрать воду, мы забираем ее в Альминском водохранилище, в подземном водохранилище. И забираем его в значительных объемах, значительных объемах. И я, в принципе, зная, как, что это касается, если бы это качалось с нескольких скважин, то есть несколько десятков скважин этот объем, то это было одно, а это качается с нескольких скважин, вот этот объем воды. Я думаю, что, возможно, через некоторое время Альминское водохранилище тоже станет соленым, понимаете, в общем-то, в принципе, хотя вода с Альминского водохранилища довольно-таки дорогая, она дороже, чем ту, которую мы получаем в Чернореческом водохранилище или из Сен-Керманского водозабора. Вот что я хотел сказать, в общем-то, по вашей кокоске. Италий Иванович, расскажите еще, пожалуйста, ваше мнение о строительстве Соколинского водохранилища, возможности его обслуживания, воздействия на окружающую среду, на Большой каньон Крыма. Ну, я единственное хотел сказать еще, чтобы, в принципе, дополнить к тому, что мы разговаривали с вами, вот гидрогеологические условия, единственное, что около любого водохранилища должна быть санитарная зона. Но она делится, есть строгого режима, в принципе, потом, еще, кроме этого, тот режим, где нельзя проводить какую-то деятельность, и, да, сельскохозяйственную, то есть, в радиусе 500 метров нельзя проводить даже экскурсии, мы будем говорить, полкилометра. Это да. Но еще, еще, но это не только 500 метров, 500 метров от водохранилища. Кокоска становится с источником водоснабжения, поэтому там нельзя, по идее, даже, чтобы и присутствовал народ, тот вот этот, который приходит на экскурсию. То есть, необходимо вывести этот объект из рекреационных ресурсов Крыма. Туристический. Туристический, да. Потому что, ну, вы сами понимаете, что одно дело, кто-то пришел, а вы же не определите, кто из них диверсант, кто это все, чем кто возьмет. И при том, наши порошки сейчас очень тяжело увидеть, и это все. То есть, если это будет использоваться для водоснабжения, то всякая рекреационная деятельность по нашему законодательству должна быть прекращена. Вот так, по-хорошему. И, поэтому, поэтому в строительство, строительство, оно всегда вот именно с этим. Ну, и введение самого хозяйства, оно должно измениться, потому что там находится водный объект, который служит для водоснабжения довольно крупного города, каким является город Севастополь. Виталий Иванович, если вот ваше мнение, если подытожить, те деньги, которые на данный момент выделены по проекту Кокоска, оправдывают ли себя эти средства, этот проект, оправдан ли он? Ну, в принципе, я вот считаю, что вот если бы эти деньги выделить на обустройство подземных водозаборов, вот которых я сейчас буду рассказывать, то в принципе, я считаю, что польза была значительно выше и больше. Но я вам хочу сказать так, что в настоящее время, в настоящее время, в настоящее время все в основном пытаются использовать ну, именно поверхностное водохранилище. Я предлагаю, предлагаю найти ему замену, замену за счет подземных водных источников, которые существуют на территории города Севастополя и которые могут быть задействованы и проблема тогда водообеспечения города Севастополя она исчезнет до конца 21 века. Какие возможности у Севастополя? Первая, какая возможность у Севастополя, это, если сказать, это и есть Любимовский водозабор. Любимовский водозабор, Любимовский водозабор находится в устье реки Бельбек. В свое время за его разведку гидрогеолог Мартакова, которая является жительницей нашего города, получила государственную премию. Но так получилось, что она в свое время, когда, ну, в принципе, тогда геология была меньше изучена, чем в настоящее время, она почему-то посчитала, что, в принципе, имеется вода, которая подсчитывается, является запасами воды, а имеется вода с некоторым, будем говорить, с примесью сероводорода. Она посчитала, что сероводород является застойным, ну, в принципе, что эта вода, ну, в принципе, когда-то закончится. На самом деле, на самом деле, это было связано с тем, что у нас имеются крупные разломы, по ним поступает вот этот газ, и, в принципе, но сероводород, он быстро удаляется из воды, в принципе, и вода является экологически чистой и может использоваться для питья. Но нужно сказать, что Любимовский водозабор, любимый водозабор, может без всякого давать около 12 тысяч кубов в сутки. 12 тысяч кубов. Это если бы сделать им хороший, пробрить скважины, эти скважины, чтобы качалось не с одной из двух скважин, а примерно, я думаю, что это должно быть около 10-15 скважин, которые бы качали эту воду. Ну и самое главное, самое главное, что вот это вот по качке. Дело в том, что этот водозабор находится довольно близко от поверхности, поэтому если сделать подпитку из реки Бельбек, забирать ту воду, которая сливается в настоящее время в море, здесь же ее никто не использует в нижней ее части, то это бы вода позволила увеличить водозабор из подземно-водных источников примерно в два раза. То есть мы могли с Любимовского водозабора забирать 20-30 тысяч метров кубической чистой воды в год. Но я вам скажу так, что в принципе такую методику используется во многих государствах Западной Европы. Там в одном месте закачивать воду, в другом месте ее выкачивать, и она получается более чистой, чем она была на поверхности. То есть такая методика существует, она у нас здесь в Крыму, в принципе, особенно в устье реки Бельбек. Орловский водозабор, особенно хотелось сказать о Орловском водозаборе. Надо сказать, когда он был разведан в одно и то же время вместе с Любимовским водозабором, но поскольку Орловский водозабор, у него были подсчитаны запасы не 12 тысяч, а 20 тысяч кубов, то его запустили в первую же очередь, и он эксплуатировался с очень хорошим качеством воды в течение нескольких десятилетий. Потом водоканал из-за того, что у нас были перебои с водой, решил попробовать, что можно увеличить забор воды в два раза. И действительно увеличил забор воды в два раза, и вместо того, чтобы забирать 20 тысяч метров кубических, он стал забирать 40 тысяч метров кубических. Забирая такой большой объем воды, получилось, что произошло засоление водозабора. И вот вы представляете, засоление водозабора произошло в 80-е годы. То есть соленость воды вместо 400 мг на литр достигла 2500 мг на литр в некоторых скважинах. С чем это связано? Это связано с тем, что из водозабора качали, ну в принципе, воду мало того, что в два раза больше, но еще качали, как положено бы по хорошим расчетам, из десятка скважин, а качали из двух, из трех скважин. То есть вот это вот большое и падение, если ты качаешь с нескольких скважин, у тебя уровень в скважине падения воды, он значительно меньше, если вы качаете с одной, двух скважин. В результате вот этого вот засоления, засоления, его, они остались до наших дней. И соленость воды, она упала, но в принципе упала очень мало. Она упала 1200. Есть такая вероятность, что можно рассолить вот этот вот Орловский водозабор. Для этого, конечно, нужны деньги, нужны изыскания, но в принципе такая возможность существует. Какая это возможность? Это строительство подпитывающих, в общем-то, бассейнов, которые, ну, в принципе, могут использовать для закачки воду реки Кача. Ну, мы все знаем, что Кача сливает большое количество воды. Это довольно полноводная река в своей нижней части. И вот эту воду, если закачивать ее в нижние слои, в общем-то, то через некоторое время произойдет рассоление. И мы можем пользоваться Орловским водозабором. Но это мало, что мы рассоление. Чтобы не произошло дальнейшее рассоление, мы предполагаем, если бы я, например, участвовал в этой реорганизации этого водозабора, то в первую очередь нужно еще пробурить несколько скважин, чтобы мы брали не с двух, трех, пяти, а примерно с десяти, с двадцати скважин. Ну, вот этот объем воды, тогда у нас бы не произошло в дальнейшем засоление этого водозабора. Следующая точка, которая может дополнить наш город примерно от пяти тысяч до десяти тысяч, это является Родниковский водозабор. Родниковский водозабор, Родниковский водозабор, он был найден, найден в конце 50-х годов, в общем-то, и используется до наших дней. Правда, он используется для водоснабжения жителей Байдарской котловины и в основном тех, кто находится на южном берегу Крыма. И мы знаем, что южный берег Крыма испытывает большой, ну, в общем-то, дефицит в воде. Им нужно значительно больше, чем на настоящее время оно качается. И такие возможности есть. Почему? Потому что сам Родниковский водозабор, это в настоящее время хорошо видно по геологии, что у него скважины питаются из различных геологических блоков. И количество этих геологических блоков может быть значительно больше, чем есть на самом деле. И если продолжить эту разведку не у Родниковского, а немножко сместить ее в сторону Орлиного, в сторону Подгорного, то можно получить еще несколько скважин, которые будут давать количество воды, вот, которое я вам назвал. То есть мы увеличим количество воды, которое будет достаточно, чтобы запитать южный берег Крыма, лишить их проблемы, эти все что-то, ну, и, возможно, Варнаутской котловины. Дополнительным-дополнительным источником водоснабжения может являться также Инкерманский водозабор. Хотя он дает сейчас больше 20 метров кубических в сутки, тысяч, кубических тысяч в сутки. Но он может давать еще примерно на 3, на 5, я думаю, больше. Это за счет чего? Если взять, почистить те водоемы, которые являются подпиткой Инкерманское водохранилище, и сделать один новый, вот тогда, в принципе, мы увеличим поток подземной воды в Инкерманском, и мы можем забирать немножко больше, чем мы забираем в настоящее время. Кроме этого, необходимо сказать, что в настоящее время, в настоящее время, у нас с Чернолейского водохранилища, водохранилища до забора и его в город, вода протекает по долине реки Черной. И еще в 70-е, 80-е годы, в 80-е годы, геологи, изучая гидрогеологическое строение этого русла, они отметили, что в некоторых местах происходит поглощение воды в этой реке. Поглощение в реке очень значительное, но некоторые считают, что это где-то от 20 до 30 процентов, то есть там теряется от 20 до 30 тысяч кубов суточно. Участки эти, которые связаны с повышенной трещиноватостью, они небольшие, они примерно шириной где-то от 50 метров до 100 метров. То есть в этих местах речку можно было положить в какой-то лоток, а не проскакивала эта речка, этот лоток, и в дальнейшем она текла, сохранность, и тогда бы у нас увеличилось количество воды, которая в настоящее время поступает из Чернолейского водохранилища. В общем-то, ну кроме этого, я бы хотел сказать, мы вначале еще говорили, что Чернолейское водохранилище, Чернолейское водохранилище, оно со времен своего существования, его ни разу никто не пытался почистить. Ну в принципе, вы представляете, сколько там ила скопилось, я уж не говорю, там одни говорили, что у нас сделаны мероприятия, чтобы это все считали, но ил как был, так в общем-то он остался. Его никто не убирал, его просто время от времени, как любое водохранилище, я не знаю, почему-то на Западе его чистить, в наших условиях, от этого отказываются. Хотя деньги, которые заложены, ну в принципе, в стоимость нашей руки, они учитывают и то, что время от времени это водохранилище необходимо немножко прочистить. Но кроме этого, я вам хотел сказать еще про Варнаутскую долину. В настоящее время, вы знаете, что и существует большая проблема водоснабжения сел Гончарного и Резервного. То есть туда привозится вода даже водовозками. Но я вам скажу так, что в настоящее время идут большие споры, как забрать те водные источники, которые находятся у нас у мыса Айя. Ну в принципе, вытекает там большое количество воды, некоторые считают, что там примерно 14 тысяч, некоторые доходят до 100 тысяч кубов в сутки. Я думаю, что там примерно вытекает где-то от 20 до 30 тысяч кубов в сутки. Но мне кажется, что с поверхности, с поверхности, если пробурить несколько скважин, отбирать воду значительно легче, чем если эту воду отбирать в самом море и качать ее дальше. Но в принципе, там были проведены работы крымскими геологами, но они были, правда, остановлены, в общем-то, не доведены до конца. Но в настоящее время, в настоящее время, то, что в Варнаутской котловине имеется вода, во-первых, геологическое строение Варнаутской и Байдарской котловины, они почти одинаковые. Кроме этого, Варнаутскую котловину, как раз напротив Варнаутской котловины, находится тот участок реки Черных, где происходит поглощение воды. То есть, в принципе, перехватить вот эту вот воду, ну, возможно. Просто для этого требуется проведение геологических и гидрогеологических изысканий. Ну, и после проведения этих гидрогеологических изысканий, регион получит не только вот этой котловины, но еще можно получить то количество воды, которой можно снабжать южный берег Крыма. Ну, и следующую я вам хотел сказать, это, в принципе, когда в свое время у нас было очень много спора около горы Гасфорд, я вам хочу сказать, что я тоже участвовал в остановке этого строительства. И скажу так, что было много разговоров, что нельзя остановить это строительство, это городское, это запланировано государством, что оно вошло в план строительства и все такое. Но население города Севастополя остановило строительство этой горы Гасфорд. И в настоящее время гора осталась, хотя некоторые ученые писали так, что, в принципе, если мы строим гору Гасфорд, то увеличится, в общем-то, обмен водными массами в Байдарской котловине. Хотя, если бы работы на горе Гасфорд проводились, то каждый житель Байдарской котловины получил дополнительно около трех тонн пыли, ну, себе на голову, понимаете, это в принципе. Это мы потеряли и Байдарскую котловину, ну, и все, что связано с сухой речкой и так далее. В общем, там были потери значительные. Но именно общественность остановила вот этот вот дурной, в общем-то, строительство. Байдарская котловина стоит, да, стоит, да, решение, шанс есть. Ну, вот когда, в общем-то, запускали Чернодельсинское водохранилище, для доказательства, что Чернодельсин, что Гарагасфорд не повлияет на водные источники реки Черной, который вот, Инкерманский водозабор, было пробурено ряд скважин. И вот оказалось, что некоторые из этих скважин, некоторые из этих скважин, у них был дебет воды, дебет воды до трех тысяч кубов в сутки. И это прибурение этих скважин диаметром 120 миллиметров. То есть это маленький диаметр, но после проведения некоторых работ активизации, то количество воды там было, ну, значительно. То есть вот эти скважины можно было использовать для создания нового водозабора, который бы находился примерно в границах около Гарагасфорд и около Хмельницкой. То есть вот этот вот водозабор, по подсчетам крымских гидрогеологов, он должен был, они вообще писали где-то около 40 тысяч, но я думаю, что примерно 20 тысяч, 10-20 тысяч он должен был давать. Просто его необходимо разведать и, в принципе, пользоваться этой водой. Ну, а ко всему прочему, я хотел сказать то, что вот мы с вами шли, да, вот здесь у вас красивый парк, ну, такой все зеленый, это все поливать, а когда идешь по городу, по центральной части, что такое? Ну, в принципе, вся трава высохла, да? Но, в принципе, в городской черте можно было бы сделать, ну, ряд скважин, ряд скважин. Одни скважины можно было бы использовать для полива, которые, ну, в общем-то, ну, грубо говоря, питались из среднесарматского водоносного горизонта, который не защищен от поверхностного загрязнения. И вода из скважин, она значительно дешевле воды водоканала. Ну, я вам скажу, что в настоящее время очень многие садоводы пользуются моими скважинами. Они довольны и говорят, что вода из скважин, ну, во-первых, они всегда берут ее для питья домой, ну, уходя с огородом, в общем-то. Вода со скважины значительно высшего качества и более сладкая, чем вода из крана, ну, водоканала. Ну, и следующее, что вода из скважин, в общем-то, она обходится значительно дешевле, чем вода водоканала. А если бы наши садоводы получали как водоканал еще дотацию, вы представляете, какая бы у них была дешевая вода? А почему они не могут получать дотацию? Они же, в принципе, для, ну, будем говорить, для ограниченного круга населения, но не используют воду, согласны, в общем-то? Поэтому, если водоканал получают, то нужно потребовать, чтобы все садоводы, которые пользуются водой, чтобы им тоже давали эту дотацию, в общем-то, на воду. Но никто, правда, это не дает. Но я вам скажу так, что наш Гераклейский полуостров, Гераклейский полуостров, он уникальный. Он имеет, ну, будем говорить, два водоносных горизонта, которые наклонены в сторону моря, и вода уходит, ну, в общем-то, по этим водоносным горизонтам, и ее разгрузка происходит где-то в центральной части шельфовой зоны, в северо-западной части Черного моря, в общем-то. Но поступление этой воды идет постоянно. Это, в принципе, своеобразные реки, которые текут, ну, в принципе, не... Почему это реки? Потому что в некоторых случаях, когда будешь скважиной, то превышение на километр там получается более полуметра. То есть это даже как горные реки, ну, подземные горные реки. Но в настоящее время, в настоящее время, жители наших, вот, всех кооперативов, которые находятся на Гераклейском полуострове, они примерно забирают в летний период, в летний период, от 17 до 20 тысяч метров кубических в сутки. Но все кооперативы, все кооперативы, они находятся, ну, за городской чертой, и там бурение скважин иногда доказывает, что в некоторых местах воды нет, потому что, ну, в принципе, нету поступления воды. А вся вода поступает несколько севернее. Она именно проходит через нашу центральную часть нашего города и уходит в районе Камышей, вот этой вот Стрелецкой бухты и так далее. И, в принципе, здесь, вот, в Стрелецкой бухте, в Камышах, тут можно было бы пробурить отдельные скважины, отдельные скважины, которые давали, ну, примерно, будем говорить, где-то от 600 до 400 метров кубических в сутки. Ну, 600-400 метров кубических в сутки – это для водоснабжения одного крупного, ну, будем говорить, одной крупной многоэтажки, это достаточно, согласен вы. Но эта вода была бы значительно дешевле, чем с водоканальской. И второе, что не нужно было бы не строить никаких сетей. Ну, а почему-то наши вот эти вот строители это не учитывают. Ну, и следующее я вам хотел сказать, что в настоящее время выброшены, ну, деньги уже в прошлом году выбросили для того поиска наших, ну, в принципе. Я бы хотел сказать, что в территории нашего региона, Севастопольского, находится много скважин, пробурленной Крымской гидрогеологической экспедиции, когда они бурили. У них было, ну, такое отделение. Во-первых, не все, не любая скважина дает воду. Если скважина не давала воду, она считалась разведочной, ну, в принципе. Но, в принципе, вы сами понимаете, если эксплуатировать подземный водозабор, то необходимо было следить, ну, за подземными. Поэтому были подземные наблюдательные скважины. То есть со скважины вода не берется, но она является наблюдательной. В настоящее время некоторые, ну, так будем говорить, жители нашего города увидели, что есть неиспользуемые скважины, и требуют, чтобы их расконсервировали и использовали. Но надо их огорчить, что все эти скважины, почему они считаются наблюдательными? Потому что они выполнены с некоторым дефектом. И они не могут быть использованы для питьевого водоснабжения. Их надо или перебурить, или еще что-то сделать. Но таких скважин много. Такие скважины встречаются и в Байдарской котловине. И некоторые товарищи, ну, в принципе, взяли, сделали, ну, в общем-то, обследование этих скважин, ну, в принципе, даже сказали, что там вода есть много. Воды там не будет много. Почему их, ну, в принципе, сделали наблюдательно? Потому что там действительно поступление воды, ну, будем говорить грубо, ну, 300, ну, 400 кубов в сутки. Это, ну, незначительно. Водоканалу это не нужно. Водоканалу нужна вода, когда тысячи идут. Согласны, в общем-то? Ну, а такие тысячи, такие тысячи в Байдарской котловине существуют. Просто эти тысячи нужно бурить новые скважины. Ну, будем говорить, они достаточно глубокие. Эти скважины в Байдарской котловине должны быть примерно 350-500 метров. Ну, в принципе. Ну, у нас есть 19-й гидроузел. Выделили деньги на 19-й гидроузел. Хотя мы в свое время, когда я был директором, в общем-то, гидрогеологической партии, мы делали изыскания, и мы сказали, да, там есть вода. И вода, в принципе, с одной скважины, она даст примерно 300-600 кубов в сутки. Но 3-4 скважины, это будем говорить около от 2 до 4 кубов воды. И такое количество воды было бы достаточно, чтобы, ну, в принципе, подпитывать 19-й гидроузел. Согласны, в общем-то? В настоящее время выделили кому-то деньги. Выделили деньги. У нас есть такие экстрасенсы. Гох, Виталий, в общем-то, я называю это, в принципе, нет-нет, не надо ничего тут такого. Это, в принципе, в общем-то. Но я вам скажу так, чтобы заниматься водой, нужно знать геологию и гидрогеологию. В нашем регионе, в нашем регионе уже мало осталось людей, кто знает геологию, гидрогеологию. Хотя все хватаются, все стараются, ну, в общем-то, чувствуя, что есть какие-то деньги, деньги большие, и все стараются вот это нагреть. Но я вам скажу так, что, в принципе, выделение денег должно выделяться не просто так, а должно, чтобы человек сказал, сколько примерно он воды за эти деньги даст городу. Я вам скажу, что я вам рассказал все, где находятся запасы, в общем-то, подземных вод. И если мои рекомендации выполнить, то город получит дополнительно от 90 до 130 тысяч кубов в сутки. Это больше, чем в настоящее время используется Черновецкое водохранилище. Вы сами понимаете, что вот эти запасы, это достаточно, чтобы закрыть вопрос с водой до конца 21 века. Как бы мы ни хотели, с вами не говорили, но у нас вот эти вот, ну, в принципе, потребление воды все время будет увеличиться. Чем это связано? Это связано, в первую очередь, то, что бытовые условия у нас улучшаются, каждый хочет жить в хороших именно бытых условиях, это раз. А во-вторых, наш город, он привлекателен для многих. И население города, оно потихонечку, потихонечку растет и будет расти вверх. И поэтому нам необходимы дополнительные водные источники, которые легче получить именно в Севастопольском регионе. А если это будет своя собственная вода, за нее не надо дополнительно платить. И мы, в принципе, будем знать ее качество и ухаживать за ней. Все. Игорь Иванович, то есть, получается, средства, выделенные на проект Кокоска, куда разумнее и целесообразнее направить именно на разработку тех скважин и водохранилищ в Севастополе. В принципе, чисто сказать, за те деньги, можно чисто выполнить работы, которые на Любимовском водозаборе и Орловском водозаборе. Это вы получите примерно от 40 до 50 тысяч метров кубических. Без ущерба для экологии. Да, и все. И зачем это вам надо, в общем-то? И вы будете воды. Притом, чисто сказать, подводящие системы, они в этих районах существуют. Если использовать подземную воду, это, во-первых, экологически лучше и экономически более целесообразно. Все очень хорошо. Хорошо. Виталий Иванович, еще можно пару вопросов? Можно. Вы так емко и интересно рассказали по водообеспечению. По поводу не только водохранилищ и не только скважин, а еще и дополнительных альтернативных вариантов, таких как, возможно, опреснительная станция, возможно, это доставка воды с материка. Что вы думаете по таким предложениям? По таким предложениям? Ну, я вам скажу, ну, первое, возможно, опреснение. У нас, если говоря, вода, которая находится в Черном море, она имеет всего лишь, в общем-то, незначительную. Это не та морская вода, которая в Средиземном море или в Красном море. Но я вам скажу сразу, что, в принципе, опресненная вода, она отличается, во-первых, по качествам, а, во-вторых, по стоимости. Ну, это необходимо учитывать. Ну, и, в принципе, то, что если здесь привезти атомную, ну, опреснительную установку, ну, это будет еще экологическое, ну, небезопасно. Ну, и следующее, что вот вы спросили, привоз воды. Да, в некоторые регионы вода завозится. Ну, стоимость ее. Это раз. А, во-вторых, вот, чисто сказать, вот, 21 век, это век, когда у нас с водой будет, ну, крупный дефицит и недостаток. Ну, и в настоящее время, вот, прорабатывалось то, что с Кубани необходимо, ну, можно бросить водовод через мост, это все. Но ученые отказались по той простой причине, что это, ну, нецелесообразно. И на самом деле на Кубани нету лишней воды. Вот это вот, в принципе. Поэтому и вода все время, с каждым годом, она будет все больше дефицит для любого государства. Это нам еще повезло, что у нас имеются Крымские горы, где нет никакой промышленности, где очень довольно-таки чистый экологический климат. И, в принципе, то, что самое главное, что мы, в принципе, можем этой экологически чистой водой пользоваться. Вот и все. В Крымской академии наук Виктор Владимирович Юдин также проводил анализ готовящегося проекта по реке Кокоска. Предложил свои варианты, рассказал о проблемах экологических с проектом по реке Кокоска. Что бы Вы могли сказать в ответ на его комментарии? Ну, единственное, что я хочу сказать, что в любом случае строительство, как бы ты экологически чисто не строил, ты в любом случае будешь забирать воду с Кокоски. Ну, и как мы с Вами говорили, что даже санитарную зону выдержать в Кокоске, ну, невозможно. Согласна, собственно, в это все. Поэтому, говоря об этой воде, да, можно ее обеззараживать, ну, все, в общем-то, применить условия. Но в настоящее время есть такие ингредиенты, которые, ну, невозможно даже очистить, ну, в принципе, попадаются. Которые растворяются в малых количествах, но попадая в печень человека, наводит, ну, в общем-то, хороший, ну, шелест, человек их очень сильно чувствует. Вы имеете в виду, если не будет составлена санитарная зона вокруг водохранилища? Да, и вокруг водохранилища, и второе. Вот, ну, в принципе, вот Вы представьте, я же Вам говорю, что от того же гепатита, ну, в принципе, что ее не хлорировали? Хлорировали все это, вообще-то, но погибает не все, понимаете, вообще-то. И до конца, чтобы вот довести, ну, до кондиции, это очень тяжело. Поэтому это раз, а во-вторых, во-вторых, это, в принципе, это вода, но которые, в общем-то, хотят использовать только поводку в воду. Очень тяжело давить поводку в воду, от той воды, которая поступает, ну, в принципе, в саму кокоску. Это тяжело, это, в принципе, это нет четкой границы между поводкой воды и этой всей. Ну и следующее, что, в принципе, вода с кокоски, она действительно нужна в засушливый период. Если она нужна в засушливый период, ее необходимо где-то хранить. Ну, в принципе, можно было бы ее хранить в Черноресецком водохранилище, но в Черноресецком водохранилище ее тоже в тот период очень много. Вот все имейте в виду. Я считаю, что, в принципе, любой вариант для кокоски является вредным. И нецелесообразно. И нецелесообразно. Существует такой вопрос, если реализовывать проект по скважинам, точечным скважинам в городе Севастополе, и качать эту воду на протяжении нескольких лет, в связи с тем, что у нас Черное море недалеко, не станет ли эта вода подвержена засолению? Засолению, да. Вопрос очень интересный. Но я вам скажу так, что эта проблема существует во всех приморских городах, которые находятся. Но в нашем регионе, ну, во-первых, я вам скажу так, что, в принципе, те места, которые я вам предлагаю, они чисто находятся далеко от моря. Ну, это первое. То есть они не подвержены засолению. Это то, что я вам, ну, вот это вот, на Гасфорте предлагал, то, что, в принципе, в Вайдарской котловине, то, что мы в Варнаутске... Нет, ну, предлагал городу, в Варнаутске котловине. Ну, и следующее, что, конечно, у нас есть Гераклейский полуостров, с которого откачивается вода. Но я вам хотел сказать следующее, что, в принципе, вот эта вот откачка воды, особенно старого водоносного горизонта, она всегда получается так, что уровень воды, уровень воды очень быстро восстанавливается. Это первое. Во-вторых, это вода напорная. Во-вторых, она сменяется. Если мы ее не откачиваем, она уходит в море. Ну, и в-третьих, вот этот вот напор, разгрузка, у ней находится очень далеко. Разгрузка вот этого водоносного горизонта, она происходит примерно где-то в районе, в самом конце северо-западного шельфа Черного моря. Ну, и, в принципе, поэтому поступление воды, ну, будем говорить это все еще. Ну, и второе, я особенно хотел сказать, это про Любимовский водозабор и Орловский водозабор. Здесь имеется вариант того, что вода, ну, мы можем это, но мы с вами... Подвержены засолению. Да, подвержены засолению. Но мы с вами, с вами планируем сразу, и мы говорили о чем? О подпитке этих горизонтов за счет реки Кача и за счет реки Бельбек, так? И обычно эта подпитка, она, возможно, через скважины, возможно, она будет превышать тот объем, который мы будем забирать. И все, вообще-то. Поэтому, если мы будем забирать объем, значит... Мы будем забирать. Это водоканал, водоканал нас снабжает, это все такое. Но чисто практически, чисто практически в любом государстве, в любом государстве существует альтернатива. Ну, в принципе. И часто, что не одно предприятие монополистов, а несколько. Ну, и, в принципе, создание вот таких вот крупных гидроузлов, как, например, мы будем говорить, Орловский водозабор, Любимовский водозабор, это было бы с привлечением инвестиций. То есть, если человек бы создал вот этот вот водозабор, то вы представляете, это вы все время качаете прибыль. В настоящее время, вот если мы приедем на Любимовский водозабор и посмотрим состояние тех скважин, которые сдали когда-то крымские гидрогеологи водоканала, это страшное зрелище. Это, в принципе, полуразрушенные здания, а скважины, они даже не затампонированы, они просто сверху перекрыты бетонными плитами, которые не зацементированы, ничего. Ну, просто их тяжело сдвинуть, вот это все. То есть, люди даже, ну, не обращаются. Такое же и наблюдается и на Инкерманском водозаборе. Есть некоторые скважины, они как бы брошенные, понимаете? И вообще, вот это вот отношение к нам к подземному воду, оно меня, конечно, бесит. У нас, в принципе, чисто практически, у нас как-то раньше была такая пословица, что не плюй в колодец, а то тебе достанется, да? В принципе, в настоящее время, в настоящее время человек как-то думает, а вода, вода в кране течет, а зачем мне вот это вот? Хотя, самая чистая вода, это природная, это с колодца. Даже вот с колодца, она даже чище и лучше, чем вот с вашего крана, ну, в принципе, почему? Потому что происходит водообмен, вы пользуетесь живой водой, а из крана вы пользуетесь мертвой водой. Многие наши пытаются решить вопрос водоснабжения за счет вот этой вот бутырированной воды, которая вот покупается в бутылках. Но никто не подумал, если кого-то, живого человека, посадить в клетку, это уже не живой человек. Существует информация, которую представила инженер от Урбаники Василевская на общественных слушаниях 15 июля о том, что потери в трубах водоканала на сегодняшний день достигают 48%. Считаете ли вы, что действительно необходимо также уделить внимание ремонту нашей системы? Система, да. Ну, я вам скажу, что когда-то подсчитывали запасы подземных вод на Гераклейском полуострове, но некоторые геологи говорят, откуда типа эта вода? Ну, в принципе, такое большое количество, 17 тысяч, ну, потребление это, а можно больше, но, в принципе. Ну, один шутя сказал, говорит, так у нас есть водоканал, он подпитывает подземные источники. Понимаете, так это так. Ну, это шутник был, ну, в принципе. Но доля шутки в этом есть. Дело в том, что иногда получается так, что прорывы такие значительные, и они идут несколько, не то что дней, месяцев, не годами, что у нас даже происходит техногенный оползень. Севастополь. Севастополь, да. Ну, и следующее, что в 91-м, 93-м году у нас водоканал вообще заявлял, что у него нет никаких потерь. Понимаете? Вообще, что вся вода доходит до потребителя. Потом постепенно начали говорить, да, у нас есть потери. В начале 20 лет, и потом вот они дошли, вот вы говорите, там, 48 процентов. Мы говорим, я? Да, ну, в принципе, вам сказали вот это, 48 процентов. Но, чисто сказать, я знаю, что, ну, в отделе, ну, в госадминистрации иногда докладывали, что потери составляют почти 60 процентов. Ну, это вот так. Хотя в водоканале говорят, вы не так нас поняли. Это у нас технологические потери, понимаете? На последнем заседании 28 июля правительство Севастополя, представители водоканала заявили, что у них потерь не более 10 процентов, а все остальное это не платильщики. Это не платильщики, да? Да. Нет, это, в принципе, в основном у них вот эти вот потери, как бы они ни говорили, они говорят технологические потери. Ну, просто. А что такое технологические потери? Если есть технологические потери 40 процентов, это значит, вы эксплуатируете не так. Ну, в принципе, можно всегда довести. У нас все требуют, у нас даже сейчас горные предприятия, которые раньше потребляли большое количество воды, они переходят на закрытый цикл водообеспечения, чтобы меньше платить, ну, в принципе, за загрязнение природной среды. Вот в одном из своих интервью Андрей Чибисов сказал, что скважины, это все понятно, но на данный момент стоит задача из безвозмездного потребления воды сделать возмездное. Поэтому, быть может, именно и не заинтересован водоканал в том, чтобы создавались скважины. Может, водоканал не заинтересован чем? Эксплуатировать скважины несколько сложнее, чем эксплуатировать вот эту вот трубу, которая идет из Черноресецкого водохранилища. Ну, что такое Черноресецкое водохранилище? Единственная затрата, которая происходит в Черноресецком водохранилище, это насосы, которые качают с одного гидроузла на более высокие отметки, но которые у нас находятся, гидроузол на Сапунгаре, и это вообще, да, ну, закачивать электроэнергию. Хотя, если вот так вот подумать, если вот так вот подумать, вот скважина, которая находится на Гераклейском полуострове, она тратит на один куб воды меньше одного киловатта в час электроэнергии. Понимаете? То есть у вас стоимость воды должна быть как один час киловатт электроэнергии. Ну, пускай еще на обслуживание возьмем два часа киловатт. Три часа киловатт электроэнергии, все, это стоимость воды. И в некоторых кооперативах вода стоит от одного рубля, одного рубля до трех рублей. А вы платите пять рублей, и еще и больше, по-моему. Ну, в принципе, я не помню, у меня жена платит. В общем-то, в принципе, это все. Поэтому, чисто сказать, но для водоканала, для водоканала, в принципе, если он, как мы сейчас все же переходим на более высокотехнологический уровень работы, мы согласны с этим, сейчас компьютер и это все в чем-то, то переход на обслуживание скважин, да, это сложнее. Одно дело качать, ну, в принципе, с одной скважины, которая качает пять тысяч кубов, или взять, пробурить несколько рядом, чтобы пять скважин качало именно этих пять тысяч кубов. Но, если вы качаетесь с нескольких скважин, вы меньше наносите ущерб подземным водным источникам. И вы дольше его эксплуатируете. И у вас вот этот вот, ну, в принципе, со временем вы окупаете то, что вы именно качаете по одному кубу, в одной тысяче кубов. А водоканал, он привык, если качать, так качать, в общем-то, в принципе. У нас чисто практически, чисто практически, вот водоканал, водоканал, он иногда не заинтересован, но у него вода со скважин самая дорогая, ну, по сравнению с этим. Потому что, но, в принципе, в принципе, та же вода со скважин, которая садоводческая, товарищ, она самая дешевая. В чем разница? Давай. Виталий Иванович, еще такой вопрос. На сегодняшний день жители села Родного используют настоящий водный кризис. Дело в том, что озеро, с которого подавалась вода в населенный пункт, где сейчас более тысячи человек проживают, оно огорожено, доступа к нему нет. Водоканал провели трубу для жителей еще несколько лет ранее. На данный момент вода людям не подается. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какие варианты есть для этих людей, которые на данный момент просто не могут продолжать нормальное существование? Вы знаете, вот честно сказать, в принципе, вот эта вот проблема с жителями, ну, родного, она существует давно. Она была очень хорошо решена, когда там находился колхоз, ну, в принципе. За этим были выделены люди, которые, ну, ввели наблюдение, это все еще. В любом случае, водоснабжение, водоснабжение, ну, поймите, оно требует, чтобы, с одной стороны, находились люди рядом и, ну, обследовали. В принципе, люди и обследовали. Но смысл заключается в том, что вот в родном там было несколько вариантов, но ни один вариант почему-то не привел к положительному эффекту. Первый вариант, там бурили скважину, бурили, бурили, деньги затратили, затратили, где результат? Почему результат? Это, в принципе, в этом виноваты местные власти. Там есть все возможности обеспечить жителей. Какие возможности? А возможности там существуют, во-первых, там, кроме того, что существует вот это озеро, там были каптажные колодцы, ну, в принципе, давно. Чистите их, пускай люди почистят, вот пользуются этой водой. Могут ли люди сделать это самостоятельно, или все-таки необходимо обращаться? Они, в принципе, я вам скажу так, что вот, например, садоводы своих, они все действуют самостоятельно. Просто они, у них имеется график водоснабжения. Они содержат одного водолея, платят ему деньги. Тот водолей следит за вот этим и все. То же самое и жители. Если они хотят, в принципе, у них должен быть специальный человек, который это обслуживает, он им включает это. То есть сейчас, сейчас, можно все это сделать в автоматическом режиме. Главное было желание. Ну, в принципе, имеются баки-накопители. Из баков-накопителей, вот в баке-накопители вода поступает из скважин, а из баков поступает население. Сделайте это все, имеется автоматикой. Имеется автоматикой как по давлению, как по потреблению электроэнергии. Вот все. В общем, поэтому мы, как с вами говорили, что чисто практически, чисто практически, для Севастополя не является, ну, в общем-то, вот этот план перспективным. По-какоски. Да, вложение денег, да. Может, эти деньги потом кто-то в памятник им поставить. Но это не решение. Не решение проблемы, да. Для ущерба. Чисто практически вот сейчас вот этот вот, будем говорить, крупный, ну, в принципе, водовод из Международного водохранилища, он является памятник тем товарищам, которые, ну, в принципе, отдали наш город в объятия Киева. В общем-то, Киев выделил деньги на это все, в общем-то. И, в принципе, и вот, в общем-то, поэтому мне не хотелось, чтобы еще очередным памятником такого нашего, в общем-то, разгильдяйства являлся вот этот вот проект, который в настоящее время кто-то думает осуществить. То ли Киев? Да. В принципе, пускай он подумает то, что у него есть дети, то, что у него есть родственники. Родственники всегда хотят приехать и увидеть Крым красивым. А красивый Крым без большого каньона не бывает. С нами был Виталий Иванович Лысенко. Виталий Иванович, спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Она действительно была емкая. Мы о многом поговорили. И надеюсь, что к вашим рекомендациям наше правительство города прислушается, а также его жители и жители Крыма вынесут для себя много полезного и интересного. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok